Девушки отдыхают Другое дело Ты прав, мне еще нужно открыть ороти Давай Всем привет, с вами Медиамаркт Гейминг И сегодня мы отправимся в мир вечного средневековья В мир игры For Honor Тысячелетиями рыцари, викинги и самураи сражались друг с другом за бесценные ресурсы И сейчас мы можем решить исход этой кровопролитной войны For Honor представляет собой набор сессионных игр на разных аренах при участии уникальных персонажей Основная цель — своими действиями помочь выбранной фракции завоевать как можно больше зон на глобальной карте Выбрав сторону конфликта, вы получаете доступ к 12 разным персонажам, обладающим уникальными характеристиками, способностями и связками ударов Героев можно поменять между сессиями Механика игры строится на тактических сражениях с другими игроками У каждого бойца есть два вида атаки — быстрая и мощная Но эффективнее всего использовать связки приемов Комбо и эффект от него отличаются в зависимости от выбранного героя Удар наносится из одной из трех стойк Удар слева, удар справа и сверху Чтобы защититься от приема, нужно встать в стойку, которая отразит удар Например, если враг замахивается слева, нужно встать в правую стойку и наоборот Таким образом наш воин автоматически отобьет удар Противник может уйти в глухую оборону, отбивая все выпады В этом случае защиту пробьет прием оглушения Разумеется, в сражении также можно делать перекаты и резко уходить в сторону Благодаря реалистичной анимации, экшен от третьего лица дает игроку возможность хорошо прочувствовать выбранного персонажа Будь то долгий взмах Олоксом Юстициария или резкий выпад рункой на бусе Игрок может найти воина под себя и максимально прокачать его За каждый новый уровень вашего героя вы получаете внутриигровую валюту Чем выше уровень, тем больше доступных особых возможностей Эти возможности используются по кулдауну, как например в Overwatch Они также отличаются в зависимости от героя Один выпускает в противника мощную стрелу Другой увеличивает скорость атаки союзников Третий восстанавливает себе здоровье Внутриигровая валюта нужна, чтобы покупать набор случайных предметов брони или оружия Десятки видов снаряжения не только меняют внешний облик героя, но напрямую влияют на геймплей Какой-нибудь нагрудник может увеличить скорость передвижения Гарда в мече — улучшить показатель защиты А наручи — ускорить процесс оживления напарников Разумеется, подбирать предметы нужно в соответствии со стилем игры Ведь какой-то параметр увеличивается за счет штрафа другого В игре доступно всего три сетевых режима Первый дуэль — один на один или два на два Герои встречаются на небольшой арене, где для победы нужно выполнить простые условия Одержать победу над противником в трех раундах из пяти Второй режим — командный деф-матч 4 на 4 на большой карте Третий режим — захват точек Победу одерживает команда, которая заработает больше очков за отведенное время Сессия длится 5 минут Также на картах разбросаны пауэрапы, действующие определенное время Двойная броня, ускоренный бег и восстановление здоровья Если ваш альянс одержит победу по итогу сезона, захватив больший участок на глобальной карте Всем его участникам будут выданы монеты и ценные призы Также в игре присутствуют три небольших одиночных кампании за каждую из фракций Скажем прямо, в сетевой игре гораздо интереснее Сингл здесь скорее для галочки, играть в него стоит только в качестве туториала В остальном же, For Honor — это увлекательный тактический экшен от третьего лица Без ураганных скоростей, но с очень брутальным оттенком Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok